человек пришел на законных основаниях абсолютно все приобрел потом у него все отобрали либо сломали по телевизору это выглядит как вот лютый беспредел и был всегда лакомым кусочек моменты которые должны людей настораживать и что не просто так что-то сносится и что-то отчуждается вначале расскажите чуть-чуть буквально о себе чтобы зрители представляли кто вы чем вы занимаетесь опыт у вас есть но в каких вопросах ориентируйтесь хорошо меня зовут ячный юрий я являюсь риэлтором города сочи также я сооснователь агентства недвижимости сочи дом мой опыт в недвижимости сочи с 2014 года занимаюсь домами добрый день меня зовут наталья опарина я занимаюсь с 2003 года оформлением недвижимости тоже в городе сочи вот мой опыт уже больше двадцати лет буквально год назад столкнувшись с тем что ко мне очень много клиентов обращаются с проблемной землей я запустила курс для агентов по проверке земельного участка перед покупкой занимаюсь оформлением разрешения на строительство вводом в эксплуатацию и вопросами касающиеся земли и жилых домов соответственно потребитель сталкивается с проблемными участками мы ну прекрасно понимаем что есть люди которые там заведомо вводят их заблуждение поэтому мы сегодня хотели бы чтобы вы рассказали может быть какой-то план действий понятно что самый лучший план действий это обратиться к специалисту ему нужно допустим подобрать земельный участок по телевизору это выглядит как вот лютый беспредел человек пришел на законных основаниях абсолютно все приобрел потом у него все отобрали либо сломали как бы и все на этом сочинская история заканчивается нам почему-то людям связанную который с этим как-то связан кажется что все-таки есть какие-то подводные камни есть какие-то определенные триггеры как бы которые там срабатывают есть моменты которые должны людей настораживать и что не просто так что-то сносится и что-то отчуждается можете рассказать об этом на что обратить внимание и все эти моменты интересные такие тонкие но смотрите так как сучи был всегда лакомым кусочком всегда не только это началось когда начался ажиотаж пандемия да и загородная недвижимость у нас просто ну произошел всплеск спрос резкий именно на загородную недвижимость на землю и дома они не были до этого момента в таком большом спросе но однако этот спрос существовал всегда так как я повторюсь 2003 года и я занималась оформлением больших земель и сельхоз земель в нашем городе и особо охраняемых земель и так далее то к сожалению в нашем городе всегда имела тема липовых документов они и в те времена были и сейчас они просто всплыли резко когда начался такой спрос начало продаваться все что не продавалось никогда все знали что здесь не никогда не было и участка не выделяли лучше здесь не покупать по таким критериям но плюс ко всему по всем этим документам участки начали появляться на самом деле в хаотичном порядке действительно на тех склонах где никогда не было и не выделялись земельные участки именно физическому лицу для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства все эти истории массовые истории понимаете на сегодняшний день привели к нашим многочисленным арестом к проблемам сельхоз землей потому что в свое время сельхоз предприятия были приватизированы земля оформлена в долгосрочную аренду у государства то есть нас по умолчанию земли сельхоз назначения по земельному кодексу это собственность российской федерации как и земли особо охраняемых территорий но с владельцами колхозов и совхозов были заключены договора аренды долгосрочные ты у росимущество заключала а те в свою очередь просто распродали все свои земли но распродали как переуступкой прав аренды вам как физлицу допустим или там о какому-то или еще кому-то и поэтому не важно там если посмотреть такой перечень собственников земельных участков сельхоз земля не обрабатывалась это одна причина там и же с никогда не было и то есть вот этим их этих историй это не одна не две не сто их тысячи понимаете если копнуть в нашем длинном большом городе у нас протяженность 146 километров города и от лазаревки до абхазии история есть в каждом районе такая понимаете вот поэтому все эти сносы они однозначно не просто так нет ни одного сноса на моей практике за мою по крайней мере рабочую до практику чтобы человек получил земельный участок получил разрешение на строительство построил все согласно разрешение на строительство оформил и его снесли нет такого беспредела беспредел начинается там где и собственники земельных участков его начинали тоже где строили многоквартирные дома на землях и же с внутри садоводства да я вот течение года бываю в разных городах я вот глазами еще вот такую подобную застройку она существует только в сочи понимаете больших крупных городах но есть возможно есть такие случаи но настолько массово как здесь ее глазами видишь в каждом районе просто нигде ты столько нет поэтому все наши случаи я считаю с арестами с проблемами со сносами они выросли к сожалению не из-за не 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 из ничего а из действительно серьезных нарушений собственниками любого земельного и градостроительного законодательства но бывали такие случаи например ну или такое вообще возможно что человек заказал выписку например сам у него по выписке все вроде как хорошо он покупает земельный участок регистрирует свои права там строят дом потом приходят и говорят что сносим по какой-то причине или такого быть не может по какой-то причине те причины которые я вижу это когда ты не получил разрешение на строительство и этот объект сама признан самовольной постройкой но при этом у нас согласно судебной практике отсутствие разрешительной документации не является поводом для сноса объекта да просто она будет назначена экспертиза строительно-техническая ты пройдешь три инстанции и все равно ты сохранишь свое право собственности если защита будет выбрана правильно да в ходе таких судебных разбирательств а такие есть действительно случаи которые нельзя было предусмотреть это наши аресты связанные с уголовным делом по нацпарку то есть вот это да это купил участок это получил разрешение это построил и ты каким-то образом оказываешься в списке тех арестованных участков ну или тех участков которые по мнению генпрокуратуры считается что вы были из земель особо охраняемых и незаконным путем были оформлены в собственность граждан вот это предусмотреть было крайне сложно и это на самом деле новая практика которая раньше никогда в сочи и не встречалась спрогнозировать а будут ли еще аресты а чем закончится все эти аресты невозможно на сегодняшний день потому что и судьи адвокаты и никто не может сказать чем закончится но есть надежда что те участки которые попали с уже построенными домами где проживают семьи где есть ипотеки где есть несовершеннолетние дети еще нет ни одного дела в суде по таким участкам то есть все что на сегодняшний день там в районе 600 дел исков из 11 тысяч это все пустые земельные участки я могу добавить по этому поводу свой личный пример три года назад мой личный участок был также арестован но как мне разъяснили что проведется ряд мероприятий по выявлению каким образом был образован данный участок какая у него полностью история и если все будет нормально то ничего не бояться нечего я в принципе не особо в это поверил но как оказалось именно так и произошло так как у меня был продавец дедушка которому данный участок еще в советском союзе выдавался в рамках закона прошел все и приватизацию все как положено он то и сделал три года назад я приобрел у него этот участок да он попал в арест но в аресте он был всего год мне арест сняли то есть я тот человек у которого сняли арест это мой личный пример поэтому я верю в наше правосудие а это подтверждение будет моих слов что там есть в этих списках участки которые вот залетели скажем так залетели если человек подтверждает выделение этого земельного участка правомерными документами документы хранятся в архивах постановление о выделении земельного участка плюс к постановлению всегда шло или свидетельство на право по жизнеследуемое владение или государственный акт или свидетельство еще на частную собственность уже 96-х годов ну вот все вот три документа такие основные которые подтверждали где в 90-х годах право на земельный участок если человек с архива предоставляет эти документы с копиями заверенные архивом печатями синими и так далее и архив даже выдает что в регистрационной книге записи значится этот документ под таким-то номером за тем-то человеком закрепленные выделялся тому-то тому-то действительно прокуратура снимает аресты то есть я никуда вообще не ходил то есть все там организовывались в группы нанимали адвокатов я просто был на тот момент шокирован и не понимал что делать вот единственная получил эти разъяснения могу наверное даже сказать смирился наверно с этим и думаю ну будь что будет произошло то что произошло мне вернули этот участок ну а сейчас как-то люди вот которые при но приезжают обычные люди которые там слабо что-то в этом понимают как им не попасть на вот эти земли национального парка условно говоря на что им нужно у нас есть все эти списки в общем доступе всех 11 тысяч участков есть постановление отсканированные которые генпрокуратура заявила какие дела какие участки арестовать по каким выемка дел в росреестре именно для проведения расследования да ну в рамках следственного этого дела а есть возможность куда-то кадастровый номер вбить чтобы понять куда ну если вы обратитесь ко мне я вам предоставлю такие списки пожалуйста необходимо именно к специалистам проверены я проверяю обращаться такие участки наталья например она поднимет всю подноготную этого участка и будет все полностью понимание как он образовался весь архив необходимо теперь в этих обстоятельствах нужно проверять у нас просто есть проблема в москве по всей видимости из-за того что на вторичке стало мало продаж в основном квартира я имею ввиду первичка продается многие риэлторы сейчас начали работать загородной вижимости но они абсолютно ничего не понимают в том как проверять документы и количество вот этих вот сделок со странными документами она тоже очень сильно выросла вот у вас квартирный вопрос загородный пока не полез еще в принципе та же самая ситуация у риэлтора вообще задача какая продать наверное ну давайте говорить откровенно то есть именно документы ну да юристы занимаются документами но не всегда они погружаются досконально в эти документы так как это делает действительно специалист как это необходимо делать поэтому пусть простят меня коллеги говорю как есть суровая правда жизни на сегодняшний день человеку предлагают опять же тут две стороны наверное медали человеку предлагают оплатить определенные услуги чтобы он тоже в это погрузился очень глубоко человек решает для себя что ему эти траты лишние ему это не нужно как у нас в россии заведено крутим рулетку а там как получится наверно вот так я готов рассказать вопрос такой немного отмечет вопрос связка с торговлей за счет фейков то есть у вас я насколько понял я вчера просто ради интереса сидел в отеле на балконе смотрю сколько квартира рядом стоят открываю ну я понимаю 5 миллионов я там даже не 5 но там есть дороже там такие квартиры которые не могут столько стоит там буквально я мог пентхаус купить там напротив практически за 40 миллионов рублей там квадратом по 300 я регулярно от клиентов слышу подобный вопрос юрий когда это прекратится этот беспредел сколько можно я у них точно также спрашивают вы же туда позвонили это все прекратится только после того как вы сами перестанете в это верить человек сам хочет быть обманутым поэтому так этот рынок и работает здесь огромная конкуренция риэлторы вынуждены так работать естественно я не говорю про всех кто-то работает без фейков кто-то с фейками ну каждый методы свои выбирает суровая правда жизни да и то есть это существует это действительно боль сочи а как человеку действовать допустим но не знаю приезжает хочет пока смотреться понять что происходит потому что удален осмотреться не получается потому что у нас но доски объявлений до наши они получаются почему-то не следят как бы за тем что публикуют вот на что ему в первую очередь обратить внимание человек откуда-то переезжает пока не знает ни районов ничего хочет купить допустим земельный участок дальнейшем построить но так чтобы не отобрали я прямо рекомендую заключать договор на подбор недвижимости чтобы этот специалист чувствовал за собой ответственность он будет прям работать на этого человека все это время пока они не добьются результата так может там попадется какой-нибудь там риэлтор такой бывает и такое я поэтому и говорю но необходимо его выбрать потратить на это время но лучше на это время потратить чем у нас человек носится от агентства в агентство в одно другое третье у всех одна и та же база другой и не существует и в итоге человек тратит свое время очень много разочаровывается в продав все уже там и приехав в надежде что за 5 миллионов они купят здесь квартиру или дом большой вопрос я бы добавлю я хочу дать совет один на самом деле какой совет который вот ко мне люди приходят и говорят да хороший у меня риэлтор я все и хороший мне вариант подобрал но мне кажется он не очень понимает земле я бы хотел перепроверить а еще лучше когда агент сам говорит я не являюсь специалистом земельном праве вот пожалуйста юрист по земле обсудите с ним но я вам скажу честно риэлторы не все так делают далеко не все потому что почему потому что на той стороне боятся услышать что этот участок не подходит и все и клиент слетает если вот нет договора как юрий горит если договор есть он все равно с ним останется останется и второй участок будет и третий и десятый смотреть пока он не найдет тот самый ликвидный кусочек его мечты понимаете а риэлтор боится из-за того что у нас очень огромная конкурент он потеряет клиента лента потому что я ему говорю да нельзя это покупать ни в коем случае нельзя охранка не позволяет здесь строить аресты тут не позволяет строить еще что-то не позволяет вот расскажите просто вкратце я понимаю что есть свои профессиональные секреты как бы да есть свой определенный перечень там операции по проверке участков но вот допустим вы сказали там охранка не позволяет что обычному человеку это говорит что это за проблема он вообще ничего не знает пока еще во-первых город сочи да он весь разделен на санитарные зоны у нас есть 1 горно-санитарная 2 и 3 в 1 категорически запрещено строить жилые дома и вообще любое любое строительство не связано со строительством лечебные там оздоровительной какой-то то есть какие-то санитарные зоны они установлены от у нас лечебных источников ее добро умные у нас много там грязи какие-то они же все разные тут они действительно ценные не в рамках одного города в рамках страны нашей понимаете то есть когда здесь развивали действительно всероссийскую здравницу да в советском союзе и уж не просто так здесь действительно много источников здесь даже у меня был один заказчик он врач в санатории дзержинского и он говорит люди получая здесь грязевые вы там всякие ванны для суставов они там через неделю не поймут что есть это накопительный эффект а через полгода они все говорят и приезжают заново и опять это проходит потому что действительно то есть это настолько ценные скажем так источники для всего для ну и сейчас новый генплан подразумевает вернуть городу такой статус понимаете всероссийской здравнице и соответственно от этих источников установлены зоны много на мацести куда и псти есть источники на хуне есть то есть от них установлены эти санитарные зоны все от того что там сложилась уже застройка хорошо но новой застройки там не согласует понимаете то есть купить участок можно построить построить нет по разрешению нет а на старом пятне застройки допустим снести дом построить новый или реконструкцию оформлять надо реконструкция конечно то есть нельзя вы так снести и начать новое строительство на этом я насколько знаю если даже это историческая зона то даже реконструкцию там не дадут у нас реконструкция отдельная тема у нас там если ты еще нарушаешь отступы то это реконструкция только путем увеличения В каждом городе есть свои правила землепользования и застройки, в том числе и у нас. У нас они одни из самых жестких, скажем так, правил, потому что у нас это нельзя, это нельзя, реконструкция такая невозможна. То есть получить в городе Сочи разрешение, то, которое сейчас по законодательству называется уведомление, да, то есть как вся страна говорит, да я, или там приезжают люди, говорят, да я у себя в Иркутске уведомил всех, администрацию начал строительство, я говорю, только не здесь. Вот сейчас вы начнете, строительство в Сочи, во-первых, гораздо дороже стоит, чем по всей стране, это тупиковый город, здесь нет больших строительных складов, магазинов и так далее, строительство здесь стоит гораздо дороже, плюс спрос на строительство и на рабочую силу. И, соответственно, вот этих всяких охранных зон у нас просто очень много, там санитарно-защитная зона ТБО, допустим, полигона ТБО, все строительство тоже запрещено, где-то есть, ну чего, у нас есть водоохранные, в них строительство разрешено, но с учетом согласований определенных инженерной защиты на участке и так далее. Плюс у нас есть зона исторического поселения, сейчас ее в июле откорректировали. Раньше у нас от Лазаревского до реки Мзымта, это то, что разделяет Адлер и Сириус, скажем так, была зона исторического поселения. Сейчас ее в июле откорректировали, у нас историческим центром остается только город, то есть центр, ну и тут села ушли из зоны исторического поселения, там не надо согласовывать внешний облик дома. Но, однако, администрация у нас, тут тоже свои, очень много своих правил, своих нюансов. Администрация все равно требует прикладывать к уведомлению внешний облик для того, чтобы исключить строительство многоквартирных домов на участках ИЖС. К сожалению, это сплошь и рядом, все хотят купить участок 6 соток за 6 миллионов, выстроить на нем дом из 30-40 квартир, и что сделать на этом? Х-10, может, Х-30. Давайте 6 соток за 6 миллионов, выстроить 6 этажей, заработать 6 миллионов долларов. Вот так. Да, пускай будет так, вот. Дальше никому не интересно, что делают эти 30-40-50 квартир. Им не хватает ни мощности, ни канализации, потому что у нас же канализация пока есть в центре, понимаете, города. Все, что в селе, там уже у всех септики, у всех скважины. Центральная вода по селам, ну, селам можно такие одной мне руки хватит, чтобы перечитать, в каком селе есть центральная вода. Пять лет назад, может, даже меньше, начали наконец-то высчитывать коэффициенты использования территории, коэффициенты застройки, град-регламенты все, чтобы, когда вы подавали уведомления, чтобы все было в соответствии. Что сейчас делают хитрые застройщики? Они подают все, ну, то есть уведомления и в облике у вас все сходится. У вас не больше, сейчас у нас площадь дома жилого в Сочи ограничена 300 квадратами. Пусть у вас участок будет хоть гектар, хоть 10 гектар. Вам можно построить жилый дом не больше 300 квадратов. Что делают? Выбирают все 300 квадратов. По облику подают, что здесь один вход. Вот окошки для одной семьи, то есть для проживания одной семьи. По факту он строится, может быть, с одним входом. Они его сдают, допустим, в свободной планировке, то есть этажи без перегородок сдают уже. Опять же, у нас есть два способа сдачи. Можно пойти через уведомление об окончании, и тогда администрация участвует в приемке дома. А можно пойти в упрощенном порядке, потому что у нас работает федеральный закон об упрощенном порядке регистрации прав на объекты. недвижимости. Поэтому они выбирают упрощенку, минуя администрацию. Та не участвует в процессе этом. По факту это уже дом, который походит на многоквартирный. Или он с пустой планировкой внутри пустые этажи, но лестницы вот такие уже, понятно, что здесь будет. Или по окнам, я вот уже на окна смотрю и вижу, что это будет дележка. Сдают пустую планировку, все сдали, право собственности оформили, и давай дальше там из этого делать квартиры. Дальше вам продают долю в этом жилом доме. Он остается жилым домом по документам. Участок остается индивидуальное жилищное строительство. И вам продают одну тридцать шестую долю, понимаете, жилого дома. Плюс одну тридцать шестую долю земельного участка. И люди покупают. Ну, то есть люди, они знают, на что идут? Конечно, заведомо знают. То есть не все, вернемся к тому, что не все так просто. Ты, покупая квартиру в таком доме, заведомо знаешь, что ты идешь в процесс этого, скажем так, мошенничества. Да, ну, не знаю, как еще. Некоторые адвокаты это называют правовые уродцы. Потому что вроде бы есть право собственности, но его и тут же можно отозвать, понимаете, и прекратить. Потому что это не жилой дом, это многоквартирный дом. Заведомо человек знает. И то есть заведомо покупая в таком объекте квартиру, ты должен быть готов к тому, что завтра приедет трактор. Честно говоря, сегодня разговаривала с одной из своих заказчиц. Она агент по недвижимости, квартирами занимается. И она говорит, моим знакомым поприходили в Сириусе. Даже веселое это не Сириус, это то, что планировал бы Сириус забрать. Но пока оно не входит в территорию Сириуса, именно та, которая сейчас является территорией. Кто-то получил уведомление, даже на госуслугах, на госуслугах, что вы должны снести свой объект за свой счет. И какие-то объекты начали сносить, понимаете? То есть люди, заведомо покупая доли в жилых домах, должны понимать, что это риск. И жить все время с ощущением тревожности того, что это будет снесено. Приобретая недвижимость, нужно консультации определенные получить. Потому что одно слово «доля», мне кажется, оно уже имеет... Вот смотрите, я вам объясню. Я пришел в Москве купить, хочу себе квартиру. У меня нет необходимости прибегать к услугам риэлтора, потому что вот есть ЖК, вот его отдел продаж, вот планировки. То есть я просто прихожу и покупаю. Но если дом уже построен, он уже введен в эксплуатацию. Ну, наверное, не нужно мне здесь быть юридически грамотным для этого. А почему здесь так получается, что тоже вроде как дом, и нужно быть юридически грамотным? Где я должен увидеть вот это слово «доля» или... Я вот не разбираюсь в этом. Это даже в договоре купли-продажи это все прописывается, что человек покупает статус не квартира, не жилое помещение, а именно там одну тридцать шестую доли жилого дома. То есть мне понятное дело, что тут трудно сказать, что человек должен быть подкован, но хотя бы элементарное понимание, что если я покупаю квартиру в многоквартирном доме, у меня все же документ должен быть на квартиру, да? Назначение будет написано «жилое помещение», у квартир тоже назначение «жилое помещение», но наименование, у нас в выписке из ЕГРН есть назначение и есть наименование, но в наименовании будет написано «квартира». А в адресе уже квартира, ну то есть там какой-то район, город, район, улица, квартира номер 26. Когда вы покупаете долю в жилом доме, у вас есть адрес жилого дома и в праве собственности одна доля собственной, ну какая-то доля собственности в этом праве. Конечно, трудно сказать, что человек должен быть подкован, но хотя бы понимать, что покупая квартиру он должен и выписки видеть из ЕГРН, да, это у нас основной документ на сегодняшний день, подтверждающий право собственности, он должен видеть и выписки, что это квартира, это да. Хотя у нас есть объекты тоже со статусом квартир, которые были по суду раньше, признанные из жилого дома многоквартирные, но там хотя бы, если пройдены три инстанции, то есть шанс сохранить такой объект, понимаете, и в этих трех инстанциях участвовала администрация. А вот то, что свеженько, то, что долями продается, это однозначно нет. Если я человек, который такой дом построил, собственнику этой доли грозит, что право собственности аннулируют, это все разрушат, а что тогда мне должно быть, как человеку, который это построил? Я-то в чем не прав по закону, когда продавал долю вот в этом строении? Целевое назначение не соответствует фактическому. Целевое назначение у ИЖС – это жилой дом для проживания одной семьи. Это даже не на две семьи, это уже считается домом блокированной застройки. У нас и в России, и не только в Сочи, есть такие хитрости, когда на дом блокированной застройки, чем отличается? На него надо получать разрешение на строительство, не уведомления подавать. Разрешение, там гораздо больше пакет документов. Его сложнее получить зачастую. И поэтому как делают? Строят также жилой дом, оформляют, а потом делают второй вход или выход, и получается дом на две семьи, то есть дуплексы. Здесь тоже большой вопрос. Они тоже покупают доли. А если бы это было оформлено по разрешению на строительство, как дом блокированной застройки, они бы покупали блок номер один и блок номер два, понимаете, в жилом доме. Здесь тоже, но невозможно быть. Во-первых, земельное законодательство одно из самых сложных у нас в России. Оно меняется с такой периодичностью, с которой не меняется ни одно законодательство у нас в России. Там гражданский кодекс, есть какие-то изменения, но не настолько. Земельный кодекс, это просто бесконечные изменения и градостроительные. Вот земельный и градостроительный. Человеку невозможно. Я считаю, что тут вообще без юриста на самом деле не обойтись. Ни в одной сделке, то с земельными участками, что с жилыми домами. Юрист, который специализируется на этом праве, он должен присутствовать всегда в этой сделке. У меня вообще сейчас сложилось впечатление из этого разговора, что в основном те люди, которые поднимают шум, они все равно изначально заходили в эти схематозы, рассчитывая, что как-то их не коснется. Прокатят. Это знаете из поговорки «меня обманывать не надо, я сам обманываться рад». И у меня таких случаев вот так. Так, вчера я проверяла объект, который, я говорю, его, он есть уже в списках. То есть в 11 тысяч по нацпарку он есть, земельный участок. Но фактического ареста на него не наложено, потому что на Сочи из 11 тысяч наложено на 3,5 по факту. И какие-то уже даже вот выходят, да, то есть где-то уже вышли из 3,5. Что это означает? Я говорю, ну, это потенциальный риск. Я не знаю, когда генпрокуртура выйдет к этим земельным участкам с иском. Завтра, через год, через 10 лет. Но вы должны понимать, что вы живете на пороховой бочке. Сегодня они звонят и говорят, мы решили покупать. Ну, то есть, хорошо, ты предупрежден. Как у нас заведено, нужно найти просто крайнего. Кого-то нужно обвинить, не я же в этом виноват. Ну, а условно говоря, я тонкости всех этих не знаю. Каким-то образом же из нацпарка эти участки продались этим людям? То есть там... Тут вообще-то там такая сложная тема. Ее даже невозможно сказать, что это из нацпарка, понимаете? Никогда у нацпарка не было четко утвержденных границ. Есть в земельном законодательстве понятие, как погрешность определения местоположения границы. И для земель особо охраняемой территории она очень большая. Если для земель населенных пунктов там у нас 20 сантиметров, да, то для земель нацпарка это там 7 метров, может, 70, понимаете? Ну, то есть большая погрешность, возможно, потому что лес сегодня вот здесь рос, а завтра вот, ну, вы же понимаете, семена там летят, да? И вот уже маленькие елочки или маленькие деревья растут уже, у нас участки зарастают. С нашей влажностью, с нашим климатом участки зарастают, их расчищать не успевают. Но так как у нацпарка не было никогда четко определенных границ, были материалы лесоустройства одного года, 70-х годов, потом 80-х, потом 90-х, и они отличаются между собой. Взяли одного года, а по факту там уже не было нацпарка. Но сейчас генпротор говорит, был нацпарк, то есть, а теперь докажи, что его там не было. К сожалению, очень трудно доказать. Материалов лесоустройства не хранится в архивах. Оно было только в самом нацпарке, которое было изъято генпрокуратурой. И даже если сейчас там попытаться что-то восстановить, то это сделать крайне сложно. То есть это дела, которые действительно, там и защита сложна, там и экспертиза назначать. Не каждый эксперт берется, потому что нет официального источника, карт-материала, который я могла бы использовать в экспертизе. Но люди все равно помогают, экспертизы все равно пишут. Это считается для адвокатов действительно выигрышным делом. Когда, допустим, из 7 соток 2 ушло в нацпарк, 5 осталось у физлица. Они считают, что, и они заключают мировое соглашение, охлопают в лодоши и считают это дело выигрышным, понимаете? Все вернули. И я имею в виду, если документы не могут подтвердить действительно право, то есть их нет в архивах, их нету. Я десятый приобретатель этого земельного участка. Я понятия не имею, что там было в 80-х, 90-х годах у того землепользователя, который, по-моему, я даже фамилии не знаю этого человека. Ну, понятное дело, что это можно все узнать, можно запросы всякие разные сделать. Но когда тебе архив отвечает, что в архиве не хранится документа первичного на этот земельный участок, то доказать, что в суде, это крайне сложно, право спорить, что это действительно земельный участок, не выделенный земельным парком. Я вот еще по поводу липовых документов. Наверное, липовые документы же, кстати, есть и на участке, есть и на дома, наверное, и там, и там липа ведь всякая есть. А это липа, прям вот липа-липа, просто напечатали вообще на цветном принтере и все? Ну, у нас есть документы, подписи главы, шесть вариантов. То есть я вижу эти документы, там шесть вариантов. Одна и та же фамилия, а в каждом разная подпись. А у прокуратуры есть настоящая подпись этого человека. Они даже по этому факту определяют, насколько липовый этот документ. У нас же все равно сейчас источники информации, как правило, цифровые, это всякие базы данных. То есть вроде как бумага просто с подписью и печатью. Это документ, который все равно должен быть зарегистрирован где-то. Тем более, что это канцелярия, если там должен номер какой-то быть в конце концов. Не можешь просто так на белом листе. Ну, то есть сейчас вам никто такой документ не выдаст, вы такого не найдете. Я когда беру документы, я уже вижу по году выдачи, по фамилии, по каким-то, знаю, постановлениям, которых не существует в природе. Но оно прописано в этом документе, и я определяю, что этот документ лучше не брать по этим документам земельный участок. Или, по крайней мере, опять же, я сейчас клиентам не говорю вот настолько, не бери. Моя задача обозначить ему риски при приобретении этого земельного участка. Его задача сделать выбор, покупает он его или не покупает. Я сейчас обозначаю риски, то есть первичного, я обязательно требую первичный документ. И если кто-то из сторон не может предоставить, или, понимаете, еще не все готовы ждать месяцами, потому что в Сочи зачастую это срочные продажи, да? Сейчас необходимо это все поднимать, архивы никак по-другому. Ну, а с домами? Ладно, с участками разобрались, что муть мутная, как бы без специалиста, конечно, крайне тяжело. Даже мне кажется, в принципе, и специалист, которые, ну, многие же думают, я юрист, я сам проверю. Как бы, ну, такое себе. Я просто знаю, что даже в более простых условиях у нас по Подмосковью очень сложно там все с землей, потому что часто люди покупают участок, который по факту реально, он законный, там все нормально. Потом у администрации меняются планы, она говорит, здесь будет дорога. За пару лет до этого в пять раз там снижают кадастровую стоимость и все, и просто... Вот мы ждем тем план, да, с нетерпением ждем его. И там уже, наверное, будет все понятно, где будет. Это новые социальные объекты, где будут проходить дороги. То есть сейчас, получается, даже купив участок абсолютно на законном основании, может появиться генплан, и там напишут, что нарисуют новую дорогу, и все равно до свидания. До свидания, но по земельному законодательству у нас выкуп по рыночной стоимости, не по кадастровой. Дело в том, что я недавно столкнулся с такой ситуацией. Клиент заказал обследование дома перед покупкой. 60 миллионов рублей для Сочи, как бы, в принципе, не особо дорого. Ну, там черновой отделки, дом такой себе, как бы, ну, покупать можно было. Но Сбербанк ему не согласовал ипотеку, потому что он сказал, что ему цена 30. То есть вопрос рыночной стоимости, это такая, как бы, спорная, на самом деле, величина. А какая? А рыночную стоимость банк берет из Авито по фейкам. По фейкам, получается. А здесь, смотрите, когда изъятие идет, да, ну, так как город Сочи уже здесь эта практика сложилась перед Олимпиадой, здесь столько было изъято. На сегодняшний день я вам хочу сказать, что разработка генплана, она идет с учетом того, чтобы максимально уйти от изъятия частной собственности. Дороги максимально пытаются проложить, построить на тех землях, которые принадлежат государству или муниципалитету. Потому что тогда изымать не надо, миллионы, миллиарды платить не надо. Вы меня уж извините, как бы, но я как человек, который не живет в Сочи, вот, проезжая здесь на машине, я просто даже не могу представить, где тут государственная земля, по которой можно проложить дорогу, чтобы никого не зацепить. Если вам интересно, я скину, потому что все равно проект генплана уже есть, я скину, та новая дорога, которая пойдет, она пойдет высоко в селах, в горах, та, которая собирается сократить у нас путь. И Адлер разгрузит, она очень хорошо. Первая дорога, которая будет строиться, это развязка, объезд Адлера. Сейчас идут проектные работы, изыскательские, там уже несколько вариантов осей, они выбирают наиболее выгодную, как раз таки, чтобы обойти изъятие максимально, и чтобы для строительства не было, то есть проводят изыскания геологические, да, можно ли вообще, ну, и по этой оси построить то, что мы собираемся построить. На эту дорогу уже выделены средства. Мишустин еще в январе об этом сказал, что на объезд Адлера выделены средства. И вот недавно я слежу за каналом министра строительства нашего Хуснулина, и он тоже сказал, что активное строительство начнется в 2024 году. То есть сейчас они подходят к концу первого этапа проектных работ, изыскательских и так далее. Вот, и в 2024 году начинается активное строительство. И к 2026 году они обещают сдать эту дорогу. Ура, если она появится, потому что я живу как раз в этом районе, где вся эта пробка. Вот, ну, если за два года ее построят, то это будет следующая дорога. И она, кстати, ну, я понимаю, что она действительно там, где ее собираются строить, она минимально коснется частной застройки. Когда проходит эта первая пора, вот все красиво, все прекрасно, и потом ты окунаешься в пробки, в хаотичную застройку, когда рядом с твоим домом начинает вдруг расти многоэтажка, вот это незаконно, понимаете, ну, тоже не очень хорошее. А ты живешь вроде бы, ты купил участок себе, да, в садоводстве. Ну, да, садоводство недалеко от центра города. Или, ну, не обязательно от центра, даже от любого там поселка и так далее. Ну, хорошее место, видовые характеристики. И завтра вырастает перед тобой высотка, даже вот там в четыре этажа. Она закрывает тебе уже вид, и ты просто 30 квартир смотрят на твой дом. Не очень приятная история. До 99% поддержит пресечение этого строительства. И на сегодняшний день, кстати, в администрации немножко была в июле месяце проведена рокировка, скажем так, первые замы мэра. Тот, кто следит там за строительством, отвечает за пресечением этого самовольного. И вот июль-август я вам хочу сказать, что очень много, очень много выявленных самостроев, вплоть до того, что привлекают даже риелторов сейчас, следственный комитет к продаже объектов в таких домах. В Сочи, если тебе хочется, ну, относительно большой дом, потому что, ну, люди же едут, там, вот им 300 квадратов, допустим, многим это прям в кайф совсем. Получается, никакой эксплуатируемой крыши, максимальный коэффициент компактности должен быть, потому что ни балкона, ни террасы. Есть процедура, есть процедура официальная, правилами землепользования и застройки, она предусмотрена. Название ее не помню точно, законодательно, да, ну, как бы слова сейчас не повторю, скажу вам своими словами. Отхождение от предельно допустимых параметров. Ты можешь дом больше согласовать, проект, у тебя должно быть обоснование, почему я хочу больше. Ну, то есть тебе архитектор делает обоснование, что здесь террасы большие, это большое, еще что-то. Подаешь на комиссию в архитектуру, они рассматривают. Ну, а как, а какими критериями руководствуется комиссия? Просто сидит человек, который решает, построишь ты или нет. Есть обоснование, проектное обоснование, обязательно прикладываешь всю проектную документацию и обоснование там архитектора, который говорит, почему нам надо больше домов. Ну, вот есть у меня, а я хочу больше. Я не проходила это ни разу процедура, но она предусмотрена законодательно. И я знаю, я слежу иногда за сайтом, есть минимальный и максимальный размер земельных участков, да. А я хочу объединить в 20 соток. Но у меня ИЖС максимальный размер в Сочи 10 соток, ЛПХ 12 соток. А я хочу 20 соток. Для того, чтобы построить дом на нем 500, расположить посередине. У меня есть просто такой случай. И человек сейчас собирается проходить все эти процедуры. Они официальные, документальные. В правилах землепользования и застройки даже расписан пакет документов, которые надо приложить к такой процедуре. Сначала он хочет пройти процедуру объединения земельных участков. То есть тоже отхождение от предельно допустимых параметров. Он хочет из 10-20 сделать, своих два участка объединить на минуточку. В любом городе есть правила землепользования и застройки. Они регулируют строительство в городе. И в том числе предельно допустимые параметры во всем. Как в размерах земельных участков, так и в размерах жилого дома, там каких-то еще построек. Это мы копнулись только сейчас с земли и жилых домов. А у нас еще есть ограничения и в нежилых. Все, что у нас свыше. Хочу я построить торговый центр больше, чем 1500 квадратных метров в Сочи. Я должна сделать комплексное развитие территории. Мне скажут, здесь дороги построй, здесь еще что-то построй. Здесь благоустрой территорию, здесь парковки, здесь зона отдыха. Потому что все развитие в городе Сочи наконец-то пришло к тому, что все должно быть через комплексное развитие территории. Не хватает ни парковок, ничего. Построили эту пятерочку. Нигде возле ни одного торгового центра не остановиться. Не остановиться, понимаете? Даже, ладно, там у нас торговых центров можно по пальцам пересчитать. Крупных. Хорошо, у них хоть подземные парковки есть, понимаете? А вот такие там, тот же гипермагнит там или еще что-то. Все, там пять парковок. А если это обычный магнит там и, ну, какие-то эти магазины, там пятерочки, сетевые наши. То все, одна-две машины, а вечером едешь, и это просто на жилой улице столпотворение машин. Не выехать, не заехать в этот магазин, потому что просто негде парковаться. И сейчас, на сегодняшний день, все такое строительство тоже с комплексным развитием территории. Конечно, всегда будут оставаться люди, и живущие в городе, и приезжающие, и пытающиеся здесь инвестировать в такие объекты, будут чем-то недовольны там, да, какими-то запретами, какими-то сложностями в получении разрешения. Это действительно одна из самых сложных процедур в нашем городе. Даже на жилые дома. Ну, а скажите, вот, допустим, есть все-таки, ну, какая-то корреляция, допустим, между тем, как получают, оформляют документы те, кто хочет построить для того, чтобы, ну, инвестировать деньги, построить для того, чтобы продать и заработать. И между теми, кто приезжает и хочет строить для себя и жить. Вот нет перекоса, ну, в кривую сторону среди тех, кто хочет именно в инвестиционных целях вот это сделать. Ну, что побыстрее, попроще, как бы, по не очень законному какому-то пути. То есть, как раз-таки, получается, это вот эти предприниматели, да, в большей степени провоцируют. Вы наш скандал с Монтерой слышали? Пришли к тому, что там нарушение функциональной зоны. То есть, там нельзя было переводить по действующему генплану в эту застройку, потому что там функциональная зона была вообще зона зеленых насаждений. Через слушание перевели. Пошел не совсем правильным путем. Если бы пошел через комплексное развитие территории, через разработку КРТ, этого бы не было. В этой процедуре можно менять и разрешенку, и функциональную зону. То есть, это все предусмотрено градостроительным кодексом. Но пошли немножко другим путем. За что сейчас получили? У нас сейчас, в принципе, как бы, да, так как мы помельче, помельче, в принципе, нас больше интересуют индивидуальные жилые дома. И вот мы как раз по этому поводу здесь решили встретиться, потому что очень много, ну, у нас, как людей, которые работают в экспертизе, нас постоянно, как бы, атакуют клиенты, у которых там все рушится, у которых сносят, как бы, еще там что-то. Вот поэтому, да. Я понимаю, что Сочи многоквартирные дома, там, торговые комплексы, это отдельная, как бы, ситуация. Наверное, в Москве плюс-минус то же самое, как мне кажется. Что касается, допустим, у домов, которые не как жилые оформляются, такое есть или нет, я говорю, ну, человек, допустим, продает просто кусок земли, на нем что-то стоит, оно не оформлено, я не знаю, там, каркасник на сваях какой-нибудь там легкий. Ну, он просто не введен в эксплуатацию, соответственно, ну, это не дом. Что с ним произойдет? Я купил просто, вот, живу, приезжаю на лето. Нужно, да, идти срочно оформлять, потому что в противном случае придет время, завтра, послезавтра, и вот, да, самовольного строительства. А если он, допустим, соответствует отступам, там, проценту? От того, что он соответствует? Процедура оформления не пройдена, поэтому он не будет никак соответствовать, его признают, это без вариантов. Ни собственник, ни администрация не может понять, соответствует он или нет. У нас же только эксперт может это признать, да, третье лицо. Ну, мы там по поводу экспертов сегодня разговаривали с Борисом Ашотовичем по поводу уровня их экспертизы. Ну, вот, то есть эксперт такая интересная, тоже ненаказуемая, на самом деле, профессия. То есть наказать эксперта... А, хочу, думаю, так, и так, да. Да, хочу, так, да. То есть он же у нас освобождается от уголовной ответственности. Если до вынесения решения суда он признал, что он липу сделал. Все, то есть можно липу делать как бы до талого, пока не прижали. Что касается частных домов, какие подводные камни? Хорошо, с землей, допустим, плюс-минус разобрались, что там невозможно вообще ничего узнать. Короче, новых специалистов точно обращаться. А с домами что? Ну, вот статистика же какая-то уже накапливается. Даже если, допустим, участок, с ним все законно. Что с домом может быть не так? С домом, ну, даже если он был введен в эксплуатацию, но сейчас его те же самые отступы, ну, то есть он не соответствует. Наверное, тоже это в зоне риска. Те же самые отступы различные от границ. А его можно было ввести в эксплуатацию с нарушением отступов? Да. Когда-то, да. Когда-то это все вводилось. То есть, а если когда-то это вводилось и государство... По факту и сейчас регистратор, понимаете, у нас, к сожалению, такое законодательство. У нас один закон говорит одно, а другой это же разрешает. Один запрещает, другой разрешает. На сегодняшний день регистраторы неуполномочены приостанавливать регистрацию, если у дома нет отступа. Дачная амнистия, вот та, ну, ее продолжают называть так. Сейчас это просто называется упрощенный порядок регистрации права. Он позволяет дома оформлять без отступов. Но отступы это еще не самое страшное. Самое страшное это нарушение этажности. И если эта этажность нарушает коэффициент застройки, то тут уже два нарушения, которые эксперт... Ну, ему трудно будет сохранить этот объект и написать, что он не нарушает. Общаюсь с экспертом одним из судебных. Ну, мы в работе часто общаемся. Вот, какие-то есть общие дела, где-то помогаем, где-то еще что-то. И она говорит, конечно, Наташ, мы не преследуем цель написать плохую экспертизу. Мы максимально каждому, даже если есть нарушения, пытаемся сохранить объект. Потому что, ну, потрачено много денег, да. Зачастую люди не знали. Где-то строители нарушили, где-то сам пошел, где-то купил уже так. Ну, ситуаций их очень много. Вот, и говорит, понятное дело, что писать экспертизу, снести объект, ну, совсем не хочется. То есть максимально пытаемся, есть какие-то лазейки, у экспертов там свои уже, вот, но максимально сохраняют объекты и с нарушениями в том числе, если это не угрожает жизни третьим лицам. Я встречаюсь с такой практикой. Допустим, все понравилось по документам. Хотим проверить границы. Точно ли это в этом заборе, особенно если это готовые объекты, да. Точно ли это забор соответствует факту. И точно ли дом стоит в границах участка. И, поверьте, есть случаи, когда в забор взят, ну, построен дом, и бассейн есть, и парковка. А граница участка, по факту, заканчивается, вот, за стеной дома, там, 3 метра и все. То есть уже бассейн и парковка построены на муниципальной земле. И когда человек говорит, а как я это у тебя буду покупать? То есть половина стоимости, да, там, и бассейна, и парковки, и какой-то зоны отдыха, она уже на муниципальной земле. Ко мне завтра администрация придет. А у нас, кстати, стали выявлять и тоже с этим бороться. Самовольным захватом, самозахват земель. Вот, и с этим тоже земконтроль сейчас работает. Завтра ко мне придет земконтроль, скажет, что у тебя самозахват. И я те миллионы, которые я тебе отдал за вот это благоустройство уже на участке, они просто у меня под хвост, да. Потому что я должен привести границы земельного участка в соответствии с своими границами, которые у меня оформлены законодателем. И поэтому здесь очень много, очень большой роль играет вот эта проверка границ и съемка дома, как он сидит внутри участка. По крайней мере, вы закрываете этот риск. Если все хорошо, все хорошо. Если все не очень хорошо, вы хотя бы понимаете, что вы здесь не очень хорошо. Может быть, часто причиной является для торга, кстати. Вот такие, там, потратить на эту работу 10 тысяч рублей, а поторговаться потом на минус миллион. Хороший инструмент. Сначала юрист, потом геодезист. Потом, ну, получается, к вопросу контроля качества строительства, это мы завтра еще вернемся. Вот. И его можно там, кто-то хочет контролировать, кто-то не хочет контролировать. Тут тоже много нюансов. Хотя, как мы сегодня выяснили, есть вещи, которые проконтролировать, а после уже практически невозможно, да. Это очень сложные технические экспертизы. Ну, это также я хочу вот сейчас добавить, что хотелось бы, чтобы люди это услышали. Иногда люди думают, что если у них сделка нотариальная, то нотариус все проверит. Ни один нотариус не знает земельного и градостроительного законодательства. Они проверяют чистоту юридическую. То есть, что у вас нет арестов, что вы неспособный участник сделки. Право вам на этот участок досталось там по такому-то документу. Этот документ нормальный документ, да. Но они не проверяют, насколько ликвидный этот участок. Какие там санитарные зоны, какие охраны, да, непонятия не имеют. То есть, нотариальная сделка – это вообще не залог того, что вы покупаете ликвидный объект. Это раз. Второе. Люди берут очень много в ипотеку. У нас просто сейчас это, ну, бум, мне кажется, ипотечный. Плюс еще уже сейчас загородная недвижимость поддерживается государством, да. Появились льготные программы, господдержка, семейная тоже, IT и на строительство дома, и на покупку земельного участка. И сейчас они прям пользуются спросом. Я работаю с людьми, и у каждого второго это ипотека. Еще люди думают, что если банк, любой банк, да, который дает эту ипотеку, думает, что банки проверяют документы. Но банки точно так же, как нотариусы, проверяют вас на дееспособность, на то, что человек существует, паспорт его действителен. Документы первичные отследили историю приобретения права, оценили, что, ну, все, хорошо, одобриваем объект. Они тоже не проверяют абсолютно, а возможно ли на этом земельном участке завтра получить разрешение на строительство. Не проверяют ни банк, ни нотариус. Я хочу, чтобы люди это знали. И человек остается один на один с этой проблемой. Да, и ипотека, и платить надо, и миллионы. У нас миллионы участки стоят, у нас нету до тысяч каких-то, да. У нас до миллиона участка не найдешь никогда. И они остаются с кредитами, с ипотеками, с проблемами. И попробуй еще продай такой потом участок, перепродай. То есть тебе надо найти такого же драка, как минимум. Громадное вам спасибо, много ценной информации. Сегодня у нас день откровений. Переварить их. Здесь по юридическим вопросам. Но нам, к счастью, не грозит покупка участка в Сочи. По крайней мере... Как к счастью? Обычно люди говорят, к сожалению, а вы говорите к счастью. Не видим финансовой возможности. Ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Так мы вам пожелаем. Но тому, кому грозит эта информация, я думаю, что придется кстати.